приветствую дорогие друзья заприметил эту волгу 77 года еще на фестивале ретро рейс но там к сожалению полноценный обзор сделать не получилось по ряду технических причин но иногда желание материализуется поэтому в этот раз все получилось машина похожа на нейтронную звезду по ощущениям она просто меняет пространство и ход времени вокруг равнодушных рядом не бывает любое появление машины на улице вызывает позитивный ажиотаж сочетание цвета хрома да и общее состояние машины превосходное при этом автомобиль еще и на полном ходу а давайте нам про этот автомобиль расскажет счастливый обладатель волги и просто позитивный человек дмитрий друзья здравствуйте меня зовут дмитрий мне 44 года я владелец вот этой волги газа 24 1977 года и я хотел бы рассказать вам немножечко про эту машину историю покупки следующее наверное уже лет 10 назад мне начали мучить ретро страсти ностальгия ощущение советского детства мне захотелось купить советский автомобиль и изначально я примеривался к покупке жигулей 2101 который была у нас семье но как-то мне копеечка показалась очень уж маленькой современных реалий и я решил обратить свой взор на волгу волги у нас тогда никого не было естественно я ездил в ней только в такси и было интересно в том числе и новые эмоции какие-то получить для начала мы похожую машину нашли и купили моему товарищу и я абсолютно был сражен запахом этой машины я понял что 50 процентов эмоций этот запах я захотел купить себе запах вот как человек с какой-то неуёмный фантазии я очень капризничал при выборе я могу сказать что я посмотрел наверно 32 машины если я не путаю я не хотел банальные цвета черный белый серый я искал какие-то интересные зеленые бордовые эта машина мне попалась где-то в середине поисков у нее был единственный владелец история потом подтвердилась человек 75 по 77 год работал в командировке в анголе вернулся и тут же на чеке в березке купил эту машину на которой ездил до конца жизни в пятнадцатом году от этого такой необычный цвет он шел на экспорт называется аквамарин машина была в общем в неплохом виде не было никаких ржавых мест но была достаточно побитая дедушка на ней там ездил на даче царапал подкрашил кисточкой и в итоге мысли о том что нам подкрасить две детали трансформировались в полную перекраску реставрацию потом последовало новая подвеска новый мотор и так далее так далее ну основной идеей было максимальное сохранение всех заводских спецификаций единственные нештатные вещи единственные нештатные вещи которые здесь стоят это бесконтактное зажигание и импортные резины на колесах все остальное абсолютно заводское это интересная переходная серия моя любимая между первой и второй серии собственно сочетание каких-то уже более прогрессивных опций второй серии с красотой 1 как мы помним на первых сериях шел двухцветный салон более интересных расцветок подлокотник и что мне больше всего нравится железный низ панели крашеный цвет машины но на мой взгляд это как-то придает харизмы на второй серии низ панели уже шел виниловый были другие кнопки так далее значит семьдесят седьмом году так называемая переход к появились впервые повторители поворотников на крыльях они были унифицированы с копейкой впервые пошел электро омыватель лобового стекла или электрические до этого шла такая груша что еще в конце этого года в начале 78 исчезли полуклыки и стали уже идти полноценные клыки на бампер на задний так что часто вижу в комментариях вопрос а где клыки в этом году их быть еще не было должно двигатель в машине стоит заводской это газ 24 д он сразу проектировал спад 93 тогда бензин слава богу и не пришлось ничего придумывать с переводом с 80 до 80 бензином шел на машины такси на некоторые гражданские в общем здесь удалось избежать всех возможных проблем бесконтактное зажигание как я уже сказал сильно облегчает повседневную жизнь машина легче запускается и меньше возне с подстройкой очень интересно было первые на ней выезжать поток сначала казалось что ты мешаешь всем но в принципе когда приноровился ездить можно вполне в современном ритме достаточно комфортно до 110 км в час машины едет абсолютно нормально даже не слишком сильные шумы ну пожалуй самая специфическая деталь это гидровакуумный усилий для тормозов я специально не стал менять на что-то более прогрессивно 2410 он очень хитрый в своей работе и в настройке поэтому машина либо не тормозит либо тормозит колом всеми четыре колесами либо передними и задними вот самая тонкая задача для мастера настроить чтобы это все работал одновременно